Приветствую вас еще раз. Не знаю, смотрели ли вы мою запись, слушали ли вы ее, потому что, во-первых, вы начали писать первое дополнение, когда физически не могли прослушать еще мой ответ. Соответственно, после этого мой ответ удалили с Ютуба. Не знаю, успели ли вы его прослушать или нет, если не успели, пожалуйста, напишите мне в личку, я вам пришлю дубликат этого ответа, чтобы вы смогли послушать его. Не буду постить его здесь. Смотрите. Наполнение вы пишете. Я разговаривал с ним по поводу того, зачем он смотрит. Говорит, чтобы снять напряжение. И вы тут же пишете, тогда зачем? Качать отдельные фильмы с определенными актрисами и смотреть их уже 10 лет. Вы не смотрите здесь в корень и в суть. А суть в том, что у мужчины есть определенное напряжение. И ему нужно его снимать. И вам, если вы хотите наладить отношения, если вы хотите сохранить брак, нужно понять, почему происходит так, что у него накапливается напряжение. Зачем качать отдельные фильмы с определенными актрисами и смотреть их 10 лет? Это вопрос скорее к мужчине. И это вопрос для сексолога. Но пока мужчина снимает напряжение, он будет это делать. И вам нужно понять, для себя хотите ли вы помочь ему это напряжение снимать, чтобы оно не копилось вообще, чтобы его не было. Или нет. А как снять отдельные фильмы, он может именно... Потому что остальное его не возбуждает. Например. Просто не возбуждает. Просто не вызывает ничего. А напряжение есть. Далее. Одну и ту же. Ну, это вы... Как бы... Вы говорите, отдельные фильмы с определенными актрисами. Тут же перепишите одну и ту же. Так с актрисами или одну и ту же? Не очень понятно. В постели ему все нравится. Раньше мы были зажаты оба. Но вместе раскрывались и стали полностью погружаться в страсть. Так. А почему вы были зажаты? Вот конкретно вы. Зажатость это следствие подавления, запрещения, дождествования со стороны кого? Со стороны ваших родителей. И именно здесь могут быть корни той самой точки зрения, которая у вас сейчас сложилась. Запрет в корнях, запрет всего такого. Но простите, нет ничего страшного в том, если вы вместе с мужем посмотрите и, как бы, таким образом разнообразите свою жизнь, если он уже смотрит это. Вопрос в другом, почему вы были зажаты. И если он был зажат и использовал эти фильмы с актрисами для того, чтобы снять напряжение, да? Он это делает просто по привычке. Это привычка, от которой ему нужно избавиться. И все. Она действительно за собой ничего не несет. Он может вас любить. Он может вас уважать. Но привычка, как сигарета, она остается. Просто по привычке. Осталось в памяти всех времен, когда мужчина еще был зажат. Например. Ну, далее вы говорите про детали. Вот. Меня злит видео, потому что там женщину просто как кусок мяса используют. У вас какие-то личные счеты с этим. Вы понимаете, это ваша личная реакция на то, что женщину там используют как кусок мяса. Ну, используют как кусок мяса и используют. Она этого хочет. Она на это соглашается сама. Почему вас это злит? Боюсь, что он проецирует это на меня. Что именно проецирует это на вас. Желание вас использовать как кусок мяса. Знаете, все люди, которые испытывают определенную зажатость, они сталкиваются с аутоагрессией. Ну, то есть невыраженные желания, да, не отреагированные какие-то эмоции и так далее. А вот агрессия. И у вас ваша агрессия проявляется вот в том, что вы истерите и плачете, а у мужчины, может быть, агрессия проявляется именно так. это нормально для зажатых людей. Зажатые люди всегда на всю жизнь остаются с определенной степенью не отреагирования по каким-то эмоциям, по каким-то проблемам. Поэтому не нужно думать, что он это проецирует на вас. Наоборот, он вас любит. Он с вами нежен и так далее, и так далее, и так далее, но ему может хотеться именно такого жесткого действия именно для того и именно потому, что он был зажат. И если это зажатость, если это напряжение, помочь ему преодолеть хотя бы вам, что отпадет, ну да. Но еще раз повторяю, ну боитесь вы, что он это проецирует на вас. А что страшного? Что он видит в вас кусок мяса? Так а что на это указывает? Что он видит в вас кусок мяса? Что он видит в вас? Что указывает на дождь? Он видит вас именно так, как кусок мяса. Чем для вас это неприятно? Почему вы этого боитесь? Вы боитесь, что так он обесценит вас? Или вы считаете, что грубое поведение в интимной сфере это обесценивание партнера, и оно для вас неприемлемо? Так, установите границы и покажите мужчине, как вам хочется. И спросите у него, как хочется ему. Тогда. То есть, вот это нужно поисследовать. Почему вас злить, что женщину используют как кусок мяса, хотя она сама на этом соглашается, это ее работа. просто работа. Это просто работа. Там все, это просто работа. Для нее. Она за это получает деньги. Для нее это просто заработок. И все. Вот. Значит, теперь у него стало оправдание, что он смотрит мозг, потому что они ему не пилят мозг, а я пилю. Объяснение, что из одного другое вытекает, он не понимает. нет, на самом деле тут немножечко другая ситуация. Не вытекает одно из другого. На самом деле вы пилите его, потому что вас это задевает. А не так, что он смотрит, вас это задевает, и вы пилите его мозг. Это прямой перенос ответственности. То, что вас задевает, это ваша проблема. Это ваша особенность восприятия. это ваша сцепная реакция, ну, возможно, на обесценивание, возможно, на что-то еще из вашего опыта. Так что не нужно путать причины-следственную связь. Да, он изменяется, что смотрит и делает мне больно этим, но продолжаю, потому что вы не убираете первопричину. Вы не нацелены на то, чтобы убрать первопричину. Разве это любовь? Ну, вы понимаете, вы как бы повторяете опять то же самое. Разве это любовь? А вы? Что сделали вы? Для того, чтобы ситуацию исправить? Что сделали вы, чтобы помочь мужчине снять напряжение, например? Попробовали вы принять, понять его, что это для него значит, поговорить им, что он вам объяснил? Если он говорит, что это не напряжение, то хорошо, для чего? Давай попробуем уметьте его снять. Вот и все. Вот это любовь. Она получается, что вы от него требуете, а сами-то, сами-то. Что вы для него делаете? То, что вы говорите здесь, все, это как бы про то, что должен он, но не про то, что можете для него сделать вы. По факту. мужчина, любовь, любовь, она взаимная. Вам нужно что-то делать тоже. Не считаться с чувствами любимого человека. Он считается с чувствами любимого человека, но если это не сделает ему прямую угрозу, если это для него зависимость, а для него это скорее зависимость, то он просто не может с собой справиться. Тут нужна помощь либо вашей, либо постороннего человека, например, психолога. Или страсть к таким пересиливаем. Как вы сейчас определитесь, там женщину используют как кусок мяса, или она девочка легкого поведения. С чего вы взяли, что женщины, которые снимаются там, являются девочками легкого поведения. Это не девочка легкого поведения. Это обычные женщины, которые просто там работают. Актрисы это не девочки легкого поведения. Они снимают кино. Это разные вещи. Если вы не разделяете это, если вы считаете, что в этих видео все по-настоящему, то если вам нужно просвещаться тогда, это не страсть книжа, его зависимость, это его привычный способ снимать напряжение. И нужно не просто понять, от чего у него напряжение, у вашего мужа, но и научить, постепенно научить снимать это напряжение по-другому. может быть. То есть пусть смотрят, но пытаться по-другому снимать напряжение. Тут нужен деликатный подход, недоропливый подход. А если мужчина сразу это будет делать, сразу перестанет и не будет, то с ним может случиться что-то нехорошее. Он может заболеть, у него может развиться психическое заболевание, невроз и так далее. Вы этого хотите для своего мужа? Вы не понимаете сами, насколько это серьезно для человека. Если человек привык так расслабляться, то лечи вы его этого, и он будет подрукать себя опасности, потому это по-другому он не умеет. Вы сперва научите его расслабляться по-другому, а потом уже можете что-то требовать. но и то аккуратно и деликатно. И еще раз, почему вас это злит? Это нужно разбираться. Вы постоянно скатываетесь на него, а не говорите ничего про себя. Далее, также он говорит, что ему просто нравится смотреть на это со стороны и что это ничего не значит для него. Но для меня это значит очень сильно. А что значит? Почему? Почему вы не считаетесь мужчиной? Если вы его любите, почему не принимаете его позицию? Тогда для него не значит, для вас значит. Ну и все то, допустим, смотрят, а вы нет. В чем проблема? Если вы друг друга любите, вы друг друга понимаете. А получается, что вы его не любите, ведь вы навязываете ему свою точку зрения и свои взгляды. А если вас это злит и очень сильно злит, значит это ваша проекция. Либо вы боитесь остаться в одна по итогу, либо вы не уверены в себе, я уже говорил про неуверенность в себе ваш добром, либо что-то еще, но это ваша проблема. Что-то для вас это значит, и что-то для вас это значит, это ваша проблема, и с ней нужно разбираться самостоятельно. Мужчина здесь ни при чем. С самого начала отношений мы наговорились рассказывать о своих журнальных, и мужчина утверждает, что ему наша интимная жизнь нравится. Ему нравится то, что спустя сколько лет у нас есть страсть. С вашими скандалами это страсть. С годами интим лучше становится, но где-то я пытаюсь соответствовать актрисам. Зачем? Для чего? Почему? Если вы будете соответствовать, вы будете такой же, как они. Вы хотите потерять свою привлекательность, вы хотите потерять свою самобытность, вы хотите потерять свой лоск, свой шарм, свою индивидуальность. Серьезно? может быть мужчины и нравится как они работают, как они удовольствие получают и он не понимает, что это игра. Нет. Это вы не понимаете, что мужчине нужно не понимать, что это игра. Он понимает, что это игра, но ему нужно, чтобы расслабляться. он убегает в иллюзию. Это психологический прием избегания. Избегание куда? В иллюзию. Мужчина идеализирует эти видео, потому что в них он находит утешение. От чего? От того, что его туда загоняют. А что это? Какие-то травмирующие события, которые с ним произошли до вас, скорее всего. И если вы разрушите эту иллюзию, но не дадите ничего взамен, а вы не готовы ничего дать взамен, пока что, ему может быть плохо. Ему может быть серьезно очень плохо. Вы хотите этого? Вы действительно этого хотите? Подумайте, пожалуйста. Подумайте об этом, пожалуйста, как следует. как в любом фильме. Он считает, что он видит, где реально удовольствие, что вызывает смех. Обижался на грани расставания, я уже ничего не чувствую, холод и обиды сильные. Он считает, что он видит, где реально удовольствие. Знаете, я вам открыл небольшой секрет. реального удовольствия нет нигде. Те, кто реальное удовольствие получают, тебе не задерживаются долго. Мужчине это нужно. Ему это нужно. Ему нужно это для чего-то. Что ему это дает? Вот вы спросите, что ему это дает? То, что он видит реальное удовольствие. Он вам ответит, он вам ответит, что это мне дает самоутверждение, чувствую себя лучше. А что мешает? Что мешает? Без этого, что мешает чувствовать себя лучше? Вы с ним об этом не говорили. Так. Мы с погонами не разговаривали, не анализировали. Почему? Потому что вы не психолог. Сейчас мы на грани расставания. Опять, не мы, вы. вы не принимаете, что у мужчины проблемы, что у мужчины зависимы, что для мужчины это отдушина от того, что делало его зажатым, потому что зажатый, простите, это травма. Это серьезная травма. Не понимая этого и не принимая этого, вы хотите с ним расстаться. Акцентирую внимание на себе. Так вот я вас спрашиваю, аноним, я вас спрашиваю, это любовь? Вы все время говорите про любовь с его стороны. А с вашей стороны любовь, зрелое поведение, объединяться на игру. Да, кстати, а если это игра, почему вас это так зацелает, как вы говорите? Да, кстати, если это всего лишь игра, почему вы ревнуете? Это игра, как в любом фильме. Так не обращайте на это внимания, и вы же обращаете, вас же это задевает. Понимаете? Аноним, послушайте, послушайте, пожалуйста, очень важную вещь. Вы можете разрушить свой брак. Это ваше право. Вы можете уйти от этого мужчины, это тоже ваше право. Но ваше восприятие, ваша самооценка, ваши страхи, ваша неуверенность в себе никуда не уйдут, они останутся. И следующего мужчину вы тоже найдете за что корить. Либо не будете его уважать совсем. Потому что если человек, как вы, не уверен к себе, он либо идеализирует человека, пытаясь его подчинить, либо он принижает человека, обесценивая его и за счет этого возвышая себя. Вы за своим мужчиной не на равных сейчас. Вы отказываетесь принимать, что на данный момент такова его реальность. Кстати говоря, вальный момент, вы шесть лет вместе. Шесть лет мужчина занимается тем, чем занимается. Почему только сейчас вы оказались на грани расставания? Что спровоцировало? И понимаете ли вы, что у вас в некоторой степени то, что вы слежку устроили и так далее, параноидальное поведение? Понимаете ли вы это? Я надеюсь, что да. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.